Итак, девочки, сейчас наша с вами задача убрать территорию от листвы, то есть, чтобы она была чистая. Поэтому давайте сейчас с вами это сделаем, чтобы наш город был с вами как можно лучше и чище. Волонтер Олеся Тараскина раздает последние указания перед началом уборки. Задача простая – освободить территорию парка от опавшей листвы, веток и мусора. Таким вот субботником открывается онлайн-голосование по выбору проектов благоустройства на 23-й год. Всего проголосовать можно будет за благоустройство четырех территорий, по одной в каждом из районов. Список представлен на сайте голосования 62.городсреда.ру. Отдать свой голос за благоустройство можно как не выходя из дома, так и в торговых центрах. В этом горожанам помогут волонтеры. После субботника функционал у них станет шире. Они будут стоять в торговых центрах, у нас их 9, и на площадках городских мероприятий, где будут информировать жителей о том, насколько важно участвовать в этом проекте для нашего города. Также помогать им проголосовать прямо на точке. То есть у волонтеров будет планшет, на котором будет приложение, они смогут проголосовать. Интерес к голосованию за парки и скверы по всей стране традиционно большой. В этой связи на портале 62.городсреда.ру и платформе обратной связи могут возникать временные технические трудности. В ближайшее время работу онлайн-площадки власти обещают отрегулировать. Все заинтересованные жители смогут выразить свое мнение о предстоящем благоустройстве в рамках нацпроекта. Отметим, что в прошлом году горожане выбрали целых пять территорий для благоустройства. Дубовая роща, Гвардейский сквер, парк имени Белякова, Лыбецкий бульвар и лесопарк. В последнем, кстати, работы по благоустройству начнутся в ближайшее время. На трех других территориях работы уже идут. И только от рязанцев зависит, какие парки благоустроят в следующем году. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».